привет всем друзья с вами григорий сегодня находимся в городе эспо здесь у нас бассейн тапиола его до сих пор не построили я здесь как раз снимал видео здесь катался здесь каток был видите белая такая дорожка зимой здесь каток как я понимаю с искусственным льдом ну снега там много но все равно я так слышал что здесь даже когда уже потеплеет все равно можно будет кататься вот здесь вот этот бассейн его они реставрируют реновируют но что-то очень долго это район тапиола в городе эспо если туда ехать на восток то там уже будет город хельсинки и сейчас мы направляемся в одно интересное место за заинтересовку вам дам направляемся в одно интересное место чтобы как вы думаете ну чтобы посмотреть новый район это бизнес-район сразу уже скажу и называется он кейла ними там только бизнес здания там нету жилых зданий вообще но сейчас направляемся туда буду снимать все от первого лица кстати видите здесь рабочие освещение снимают это вот осталось когда каток был то можно было ночью кататься было все светло освещение специально сейчас они это все убирают и не знаю что здесь летом будет видите елка до сих пор стоит там в середине в общем потом как-то летом еще может сюда приедем посмотрим что здесь будет может здесь газон посадят ли не знаю но на на зиму здесь каток каждый раз у них здесь это гостиница сокас я не помню как она называется точно вот это это по моему культурный центр какой-то вот если не ошибаюсь у них я вам скажу что в тот район в район в кейла ними район добраться я сейчас даже не знаю как потому что там очень много дорожных работ ведется и то что навигатор показывает как пробраться это не факт что получится туда проехать так надо будет смотреть искать может быть проходы какие-то а так вообще буду ехать по такому вот это вот старые дома я так понимаю буду ехать не по основной дороге потому что можно ехать где есть авто автобусы ходят я поеду по такому райончику заодно вам покажу как здесь что выглядит видите это видно старые еще дома реставрированные это на руку то непонятно выглядит как офисное здание на самом деле это вроде как квартиры такое необычное здание сегодня видите без перчаток забыл дома перчатки утром собирался тут по делу надо было заехать в от района думаю возьму с собой самокат машину и заодно вам поснимаю так как уже все равно в этот район поехал вот интересно здесь там даже часы есть смотрите дома таки необычные вообще таких нигде домов не видел такие как будто бы все разные не этот на тот дом похож по моему окон столько квартиры большие то есть комнаты большие как я вижу я вот в это здание ездил один раз ну как ни один раз у меня клиенты были постоянно жили в этом здании так ну вот эта дорога дальше уже нет смысла по моему ехать вот мы выезжаем уже на дорогу где автобусы ходят здесь не так далеко до этого района посмотрел пешком тут 1,7 километров 1,4 километра даже от этого места где запарковал машину и быстро доедем пешком 18 минут показан ну я думаю что быстрее там главное проехать мимо вот этих строительных дел всяких мимо строительных площадок там очень сильно сейчас переделывают все я не знаю уже долгое время они там строительство делают дороги все время переносят разные места вот ну раньше когда в такси в такси работал я тут по этой дороге очень часто ездил каждый день по нескольку раз а сейчас очень редко отсюда бывает автобус гоню я аль да уже уже наверно даже не буду я гонять отсюда автобус более лучшая дорога появилась открылась вот здесь вот такие районы смотрите дома разные желтый с коричневым дом цветом да вот вот здесь вот такие вот как не знаю коттедж ой смотрите как красиво вообще шикарно я думаю я здесь фотку сделаю самокат на фоне таких цветочков ладно едем дальше сзади велосипедист меня догоняет вот смотрите красное здание даже не помню было но раньше или не было вот человек нам налево поворачивает о видите дальше уже ехать нельзя здесь как раз по плану раньше должна была быть дорога ну так как это видно объездная дорога сделана то придется наверно так как доехать вот я о чем говорил я думал там проехать сейчас под мостом там мост есть такой и под ним пешеходная велосипедная дорожка но она перекрыта я не знаю мне будет пока показывать как мне на ту сторону перебраться или все-таки надо было поехать не я не знаю даже как как бы я пробрался бы там непонятно вообще возможно туда как-то пробраться или нет видите дорога перекрыта здесь желтый знак показывает объездной что сюда ехать и либо туда я не знаю даже куда поехать то а ну-ка а ну-ка леп повара вот они поеду отсюда подожди что тут у них вообще на натворили чего-то да мне разбирай вот они шустрые леп повара тапиола знаю даже как отсюда попасть теперь на ту сторону никаких знаков нигде нету ладно я пока выключусь беру здесь потом включусь ладно поехали отсюда я посмотрел что решил я вот так ехать показывают вроде бы что здесь дорога должна меня привести на ту сторону куда я хочу попасть надеюсь что эта карта которая там указана на ней будет она правильная никаких ложных путей там нету здесь проедем видите дома вот так выглядит сушилки висят стоят красотища обратно по той дороге поедем вдоль моря сейчас я не буду туда заезжать вот а поедем потом оттуда где-то здесь должен быть проезд я не знаю знаки будут не будут их стать должны стоять это знаки здесь вот так вот видите дома выглядят качели есть как советское время из покрышки сделано качели 1 основание перчатки не взял надо было перчатки взять я спешил и забыл ну ничего страшного лодка стоит здесь одна однообразные дома такие интересно будет знак показывать куда мне сворачивать дальше или не будет обозначение какое-то посмотрим надо будет искать как-то выход какой-то пока я ничего не вижу такого никаких ходов никаких дорожек сюда что ли поехать смотрите не знаю правильно я еду неправильно так карту посмотрел где-то здесь должен быть проезд на ту сторону посмотрим во всяком случае в район в какой-то хоть заедем ладно здесь пешочком где-то должно быть здесь где-то должно быть может быть и не найду ничего зря может поехал отсюда никаких обозначений ничего нету нигде ой ребята а вот я за желтые знаки вижу значит правильно идем только она была просто по дороге проехать там вот есть желтые знаки они показывают вот старый этот еще сквиз корт здесь т.т. тоже не сильно новая эстонскими номерами машины проеду видите еще не убрали ну что же строители не могут положить асфальт еще крошку не убрали вот это вот после зимы во многих местах уже убрано здесь еще так вот как есть такой интересный это район я думаю что вам будет интересно посмотреть тем кто интересуется финляндии меня помню как-то спрашивали можешь показать район вот этот я решил так как самокат у меня есть раньше самоката не было я все планировал поехать поехать и не получалось а то сейчас я все таки да все правильно то сейчас я решил все таки ехать так как на рядом нахожусь тем более смотрите вот это скала по моему тебя заодно проедем по грунтовой дороге посмотрим как самокат вперед уйдет как-то тянет вот мы находимся на строительной площадке сейчас здесь никогда не было таких местах интересно посмотреть все видите что здесь творится вот этот район кейланеме спереди через мост переехать бизнес-центр здорово по туннелям ездить потом этот туннель уберут и все у вас есть возможность вместе со мной посмотреть красоты вот видите мы прошли там внутри что-то построено какой-то туннель или что-то такое это было искусственное настроение высокое такое не знаю что это такое такое точно здесь я не знаю как я справлюсь здесь такая довольно зыбкая почва для самоката но бир первый опыт будет такой обратно будет сложнее но обратно я по другому пути хочу пойти здесь кстати метро станция есть я в ней никогда не был я не знаю что делать вот здесь такси столб у них находится автобус у нас здесь автобусы наши не ездят сюда поэтому я не знаю какие маршруты здесь ходят вот эта станция кейланеме называется внутрь заходить не буду здесь расписание есть даже смотрите только 555 что приходит такого синего цвета внутри все ну и сейчас поедем наверно ту сторону а потом попробуем по морю уже поехать тут я смотрел по карте какие-то дороги закрыты какие-то открыты там выход к морю я поэтому хочу поехать сначала туда к морю а потом в обратную сторону уже поедем здесь видите ходить нельзя закрыт этот пешеходный переход там здесь что здесь тоже станция это одна и та же станция на разные стороны выход получается кому на работу кому на автобус такое на такой смысл здесь погреться можно заехать заедем погреемся видите карта есть я тут езжу цены на билеты разные всякие штраф 80 евро вот но скоро эта система применяется вся а вот схема метро смотрите не знаю видно не видно я чуть-чуть камеру может быть надо так вот смотреть схема метро ну ладно поехали обратно откройся вот видите называя скей лоранта 1 адрес здание здесь вот реновация уже идет хотя это все новые здания хотя вот это я не помню было но не ну должно было быть это знание его просто перестраивают как-то здесь увидите все еще в таком строительном состоянии и не очень понятно как она работает ой машины сейчас перейдем вот там мужики что-то грузят велосипеды везде стоят видите вот там туннель какой-то но я думаю что он еще не рабочий мне кажется потому что как-то там все так заброшено они наверно потом сделают это временный кстати мне кажется туннель посмотрим потом как оно будет на самом деле как дороги сделают это еще пойдет время пока не это все построят видите офисное здание такое таким она орнаментом интересным около окон будем ехать дальше чего время тратили я думаю здесь несколько зданий сразу же как соединено между собой это я смотрел это единственная дорога которая соединяет эту часть вот с той частью откуда мы едем вот этого дорожка поэтому я ее использую так бы я бы поехал бы там вдоль моря есть дорога но она все там видно перекрыто там строительные какие-то дела ведутся сейчас вот доеду до до самого края и попробую завернуть на море посмотрим оттуда со стороны моря как выглядит это все видите здесь только офисное здание ого трактор работает экскаватор я просто здесь ездил но но на такси когда ездил то обычная или за клиентами ездил сюда или с клиентами уже вот и никогда не получалось так разглядеть это все вот здесь видите дорожка есть но я еще чуть дальше проедусь и тогда там попробуем повернуть к морю велосипедист едет сзади спортивно велосипеде здесь такие старые здания какие-то да так выглядят старые они наверно одни из первых зданий а вот этот смотрите сейчас заеду сюда я думаю никто ничего не скажет да не бабахнет меняет шлагбаум по голове смотрите энгри бёрдс эти свиньи злые видите здесь энгри бёрдс находится смотрите я даже не знал здесь видно у них контора располагается потому что вот это ровио насколько я помню это вот эта фирма есть которая разрабатывала этих энгри бёрдс вот эти птицы злые ребята мы находимся в истоке все знают игру энгри бёрдс это самая популярная игра в мире по моему самая продаваемая была сейчас конечно она уже не такая может быть популярная вот ну видите как бывает сейчас я здесь фотку сделаю на фоне этого чудака так что ребята не зря заехали октября то ладно едем дальше отправляемся следовать это место да а вот вот Субтитры подогнал «Симон»!